Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Наимии и сегодня мы будем читать шестую главу этой книги. Я напоминаю, что в аллегорическом смысле события этой книги они для нас означают созидание церковной жизни. Стена, которая строится вокруг Иерусалима, Иерусалим – это образ церкви, это защита церкви и ее интересов по отношению к этому миру, который все время пытается секуляризировать церковь. И мы читаем о заговоре против Наимии в шестой главе и об окончании строительства. «Когда дошло до слуха Сана Валата и Товия и Гешема Аравитянина и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену и не оставалось в ней повреждений, впрочем, до того времени я еще не ставил дверей ворота». Прямо когда читаешь об этих воротах, вспоминаешь слова Христа, что ворота адские не одолеют церковь и ее врата. Как Блаженный Августин писал, что вся история мира – это две строительные площадки. Одни созидают град Божий, церковь, другие созидают град Дьявола, Вавилонскую башню. И мы читаем далее. «Тогда прислал Сана Валат и Гешем, это противники восстановления Иерусалима, образ врагов церкви. Тогда прислал Сана Валат и Гешем ко мне сказать, «Приди и сойдемся в одном из сел на равнине Оно». Они замыслили сделать мне зло, но я послал к ним послов сказать, «Я занят большим делом, не могу сойти, дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам». Четыре раза присылали они ко мне с таким же приглашением, и я отвечал им тоже. Враги церкви все время пытаются нас отвлечь на какие-то переговоры. Иногда они предлагают нам какие-то посулы, как бы ищут для нас какие-то интересы, но главная задача – это остановить сам процесс домостроительства, строительство, спасение народа Божия и распространение Евангелия. Поэтому верные Христу христиане должны дистанцироваться от политических спекуляций этого мира и не участвовать в коллективных грехах современников. «Тогда прислал ко мне Санавалат в пятый раз своего слугу, у которого в руке было открытое письмо. В нем было написано, слух носится у народов, и Гешем говорит, будто ты, иудеи, задумали отпасть, для чего и строишь стену, и хочешь быть у них царем». «По тем же слухам», то есть отпасть от власти как раз царя, который послал Неймию, дав разрешение восстанавливать Иерусалим от власти Артаксеркса Лангемана. «И пророков поставил ты», это тоже упрек, «чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме и говорили царь иудейский». Но эти люди не понимают, что истинные пророки, они не могут говорить сами от себя, они говорят только, что Господь им влагает в уста. «И такие речи дойдут до царя, то есть до Артаксеркса. Итак, приходи и посоветуемся вместе». То есть они предлагают как бы свои услуги, но, может быть, они замыслили даже убить Неймию. «Но я послал к нему сказать, ничего такого не было, о чем ты говоришь, ты выдумал это своим умом. Ибо все они стращали нас, думая, опустят руки их отдела сего, и оно не состоится. Но я тем более укрепил руки Майи». То есть чем более нас запугивают враги церкви, тем более интенсивно мы должны трудиться. «Но я тем более укрепил руки Майи», прочитали мы здесь. «Пришел я в дом Шимаи, сына Делаи, сына Мегетавелова, и он заперся и сказал, пойдем в дом Божий, внутрь храма, и запрем за собою двери храма, потому что придут убить тебя, и придут убить тебя ночью». Обычно, когда человека хотят убить ночью, опасаются, что днем за него заступится народ. Это, кстати, характеристика человеку, которого арестовывают ночью или пытаются убить ночью, он пользуется благосклонностью народа. Поэтому это преступление хотят совершить в темноте. «Но я сказал, а может ли бежать такой человек, как я? А может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? не пойду?» О чем он здесь говорит? Здесь он говорит о том, что он не может убежать и оставить тот труд, который поручил ему Господь. Он не может даже убежать на святое место, чтобы там сидеть и никуда не выходить. То есть он не способен запереть себя даже в стенах храма, потому что ему надо обустраивать город. Это то поручение, которое дал ему Господь. И в наше время есть противники церкви, которые все время загоняют ее в некое гетто, в некую резервацию. Мол, сидите там и не высовывайтесь. Но мы должны помнить о том, что иногда гетто кончается крематориям. То есть взявшись за нас, они сначала требуют одно, потом другое, потом третье, и так до конца. Как говорится, бесы пленных не берут. Уцепившись за человека, они хотят его уничтожить до конца. И мы, народ Божий, в церкви должны на любые угрозы отвечать более активной позицией в деле распространения Слова Божия и домостроительства церковного спасения. «Я знал, что не Бог послал его». Речь идет о Шимае, который предлагает прятаться в храме. «Хотя он пророчески говорил мне, но что Атовия и Санавалат подкупили его». Вот здесь интересный такой момент. Оказывается, Шимае был пророк, хотя он пророчески говорил мне, свидетельствует на имея. Но в этом случае он действовал, как подкупленный врагами церкви, народа Божия. «Для того он был подкуплен, чтобы я устрашился и сделал так, и согрешил, и чтобы имели о мне худое мнение и преследовали меня за это укоризнами». Худое мнение. Если бы он убежал, скрылся, то народ бы говорил, как же так он все это организовал, и почти в последний момент он теперь где-то прячется. Или в храме, или где-то вообще далеко. И далее идет молитвенное восклицание. «Помяни Божий мой, Товию и Санавалата по всем делам их, а также пророчицу Нуадию и прочих пророков, которые хотели устрашить меня». Оказывается, не только Шимая пытался его запугать, но и пророчица Нуадия, она не называется здесь лжепророчицей, и прочие пророки. То есть их подкупили. И далее говорится об окончании строительства. Стена была совершена в 25-й день, месяца Иллу, 52 дня. Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. То есть даже для врагов церкви иногда становится очевидным, что возвышение церкви – это не дело людское, люди бы с этим наверняка бы не справились, без Божьего благословения, без Божьей защиты такое не может обойтись. Есть такой интересный рассказ, как один иудей в древние времена обратился в христианство. У него был друг христианин, который ему говорил, тебе надо стать христианином, потому что это путь спасения. И вот иудей однажды сказал своему другу христианину, я решил посетить Рим, посмотреть, как там живут христиане. Его друг христианин испугался и говорит, нет, не езди туда, там не все нормально. В любой столице очень много всяких безобразий. Но иудей сказал, нет, я поеду. И когда он туда приехал, он там увидел и продажу святынь, торговали там поддельными мощами, там публичные дома для монахов, для духовенства. И он всего одно смотрелся, вернулся назад и говорит своему другу христианину, да, я принял решение стать христианином. Тот спрашивает, почему? Если при всех таких слабостях, которые я увидел в Риме, среди христиан, церковь еще сохраняется на протяжении веков и веков, то понятно, что нечеловеческими силами. Понятно, что эта сила Божия как-то оберегает ее. Действительно, наша немощь, она может подчеркивать силу Божию. А сила Божия в немощи часто совершается. Сверх того, в те дни знатнейшие иудеи много писали писем, которые посылались к Товии, а Товиины письма приходили к ним, ибо многие иудеи были в клятвенном союзе с ним, потому что он был зять Шихания, сына Арахова, а сын его Иоханан взял за себя дочь Мешулама, сына Верехи. Здесь объясняется, в чем опасность сродняться с нечестивыми людьми, потому что мы окажемся в двухсмысленном положении, как эти иудеи-предатели, которые писали Товии письма. Даже о доброте его они говорили при мне, то есть рекламировали его, и мои слова переносили к нему и доносили Товию, что о нем говорил Наимия. Товия присылал письма, чтобы устрашить меня. Мы видим, что созидание церкви иногда происходит в очень тяжелых условиях, когда есть и внутренние предатели, и откровенная злость окружающих противников церкви со всех сторон. Поэтому Наимия – это образ верующей души, которая противостоит миру, как Христос говорил, «Как овец среди волков посылаю я вас». И он выполняет то, ради чего Господь попустил ему вернуться. То есть на злобу окружающих нас противников, на несогласие даже лжебратья мы должны отвечать еще более активной христианской позиции, осуществляя свой апостолат в той мере, в какой он поручен нам. Наимии было поручено отстроить стены вокруг Иерусалима. И он с этой задачей справился. Субтитры создавал DimaTorzok